На планерном совещании представили начальника управления ЖКХ. На эту должность утвержден Борис Алтуфьев. По-прежнему важная тема обсуждения на планерке – вопрос организации качественной санитарной очистки города-курорта, своевременного вывоза мусора, озеленения и благоустройства Анапы. Глава города Сергей Сергеев продемонстрировал фотографии нескольких мусорных площадок. В центре Анапы во дворах многоэтажек переполнены мусорные баки на площадках свалки. Это яркое доказательство отношения управляющих компаний и коммунальных предприятий к выполнению своих обязанностей. В лучшую сторону отмечена работа коммунальщика. Как показал ежедневный мониторинг, во дворах, обслуживаемых этим предприятием домов, уборка производится лучше, чем на всех других придомовых участках. Знаете, кто лучше всех убирает? Я не знаю, почему Светлана Лазера пробовала. Я не успела. А, не успела? Ну, раз нужна себе, то скажу. Угадайте, с кем у нас? Кому мальчик? К нему меньше всех претензий. А вот как раз они лучше всех убирают. Меня интересует конечный результат. И людей, конечно, результат. Чтобы было чисто и убрано. Вопрос о санкциях к недобросовестным компаниям Сергей Сергеев адресовал представителю отдела Роспотребнадзор, подчеркнув, ведомство будто устранилось от контролирования рутинных, но важных для города вопросов. Все фотоматериалы будут переданы в отдел Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер. Критике подверглась и работа предприятия «Зеленстрой». Вот 6 сентября, это уже после выхода газеты, вами заключен муниципальный контракт по «Зеленстрой». Ваше предприятие. На ремонт и содержание зеленых насаждений, то есть цветы и все остальное, на 7 миллионов 369 тысяч 95 рублей. А где график и где выполнение работы? Новый год будет выполнен. А почему мы газету даем информацию неправдоподобную, что вот Новороссия сделал, а Анапа оказывается нет. Чтобы сегодня был план графика выполнения работы, утвержденный Светланой Владимировичем. Первый вице-мэр Анапы Светлана Ировая доложила, в ближайшее время проведет совещание со всеми коммунальными службами, разработает программу комплексного развития сферы ЖКХ. По важности, документ займет место в одном ряду с генпланом и правилами землепользования. Программа станет стратегией развития, важнейшей для жизнеобеспечения города-курорта отрасли. Глава города поднял еще один вопрос – создание комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но о доступной среде, похоже, слышали далеко не все руководители предприятий Анапы. Особенно странно, когда речь идет о санаториях, где работают с разными категориями отдыхающих. У нас есть право. При заключении договора о районе нового участка земли, независимо от недоразрешенного использования, вставлять в договор аренды условия создания безбарьерной следы, прохождения, проезда и так далее через этот участок. И не дай бог, что-нибудь новое начнется строиться без учета или будет введено в эксплуатацию без учета вот этих вопросов. Санитарное состояние пляжей, контроль работы спасательных постов до 30 сентября по-прежнему актуальная тема. Об этом на планерке напомнила заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко. И на этой неделе пройдут проверки в рамках мониторинга цен на продукты социального значения. Качественные кубанские продукты должны быть доступными для напчан и гостей курорта.